Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков. Спрос рождает предложение. Квартирный вопрос является одной из актуальных тем региона. В Алматинской области в очереди на жилье стоят более 50 тысяч человек. В текущем году по инициативе президента страны Касымжо Марта Токаева, Жилстройсбербанк приступил к разработке нового направления программы Норлежер. Пилотный проект уже вызвал интерес у многих граждан. Какие условия предлагает новая жилищная программа, узнавала Гульмира Тимиргалиева. Пилотный проект жилищной программы 5.10.20 находится на стадии рассмотрения. По предварительным ее условиям, жилье можно приобрести как в новых домах по программе Норлежер, так и у частных застройщиков. Главная привлекательность – условия кредитования. Ставка по кредиту составит 5% годовых. Первоначальный взнос – от 10%. А срок погашения – до 20 лет. Участники проекта – очередники на жилье. Еще одно требование – наличие счета с накоплениями. Учтена и ценовая политика. Максимальная стоимость жилья предусматривается в Алматинской области до 12 миллионов тенге, в пригородных зонах – до 18 миллионов тенге. Стоимость одного квадратного метра в Алматинской области рассматривается до 160 тысяч тенге, в пригородных зонах города Алматы – до 200 тысяч тенге. На базе «Жилстрой Сбербанка» будет создан отбасы банк с функцией учета и распределения жилья по принципу одного окна. Планируется передача банку базы данных очередников акиматами. Разработана и лестница доступности жилья для определенных категорий населения. Лицам с доходами до одного прожиточного минимума аренды с последующим выкупом, лицам, чьи доходы в рамках двух прожиточных минимума программы «Баха Тотбаса» для многодетных семей, семей, воспитывающих детей с ограниченной возможностью и для неполных семей. Для лиц, состоящих в очереди и с прожиточным минимумом на одного члена семьи от 3,1 прожиточного минимума предусматривается программа 5,10,20. Для удобства клиентов в семи районах Алматинской области действуют консультационные центры, оказывающие спектр оффлайн и онлайн услуг. Находясь дома или на работе, граждане могут получить информацию или помощь в открытии счета через онлайн-банкинг. В консультационном центре мне дали хорошую информацию о новой программе. У меня есть родственники, которые тоже заинтересовались этой программой и надеются, что в будущем получат квартиры благодаря этой программе. За короткий срок новость о пилотном проекте 5,10,20 заинтересовала многих жителей. Из-за карантина мы ведем работу больше в онлайн-режиме. Многие пишут нам на наши страницы в социальных сетях, задают интересующие их вопросы. В основном узнают, как получить жилье, сколько времени нужно собирать деньги и так далее. Алматинская область – лидер по объемам индивидуального жилищного строительства. Продолжается реализация жилищных программ 7,20,25, Баха-Тот, Басы и Аскери-Баспана. Новый проект 5,10,20, поддержанный Акимом области Аманды Камбаталовым, станет одним из решений жилищного вопроса в регионе. В продолжение темы. Новые виды онлайн-услуг внедрил «Жилстройсбербанк». У вкладчиков появилась возможность, не выходя из дома, открыть депозит, текущий счет и изменить реквизиты. Новшества казнулись и интернет-банкинга, в котором появилась функция перевода средств с текущего счета «Жилстроя» на свои карты других банков. Сообщили банкиры и о необходимости менять номер телефона в реквизитах, если он изменился у вкладчика. Это важно для пользования интернет-банкингом. Также онлайн можно поменять сумму, срок и деление вклада, рассказали представители «Жилстройсбербанка» во время брифинга журналистами. Услуга изменения условий вклада позволяет рассчитать оптимальный взнос на депозит, чтобы в период самоизоляции клиенты могли копить, исходя из своих возможностей. Опция деления вклада позволяет разделить сумму сбережений и снять только часть средств, при этом сохранив важные параметры депозита и возможность участия в программах банка в будущем. В этом году на территории Большого Алматинского канала появились новые орошаемые земли. Работа по очистке орочных систем и внутрихозяйственных каналов дала свои плоды. Теперь на 8,5 тысячах гектаров будут выращивать овощи и фрукты, рассказывает Айнур Мирханова. Большой Алматинский канал протяженностью в 170 километров построили в 1983 году. Он стал одним из самых крупных гидротехнических сооружений в Казахстане. Большая его часть проходит по территории Алматинской области и орошает прилегающие земли. В прошлом году аграрии столкнулись с проблемой – нехватка поливной воды. Специалисты водного хозяйства провели ремонт не только на внутрихозяйственных каналах, но и в местах, требующих ремонта самого Большого Алматинского канала. В частности, Таусугурский регион, расположенный на 131-м пикете. Здесь провели капитальную реконструкцию. Ведь этот канал обеспечивает живительной влагой 10 населённых пунктов с общей площадью 15 тысяч гектаров. Живительная влага Эмбиш-Казахский район обеспечивается из Бартагайского водохранилища. 200 миллионов кубометров воды для орошения 59 тысяч гектаров земли поступают по Большому Алматинскому каналу. Для прохода воды в необходимом объёме провели комплексную работу. Приобрели специальную технику для ремонта аварийных участков и очистки внутрихозяйственных каналов. Это позволило не только сохранить, но и увеличить пассивные площади. У меня 9 гектаров земель. И скажу так, эти каналы не чистили более 20 лет. И, наконец, нас услышали. За это я хочу всех поблагодарить. Теперь у нас не будет возникать проблем при поливе. Заниматься земледелием становится всё выгоднее и легче. Государство уделяет этому колоссальное внимание. Ведётся контроль за водохранилищем Бартагай, объём которого составляет более 300 миллионов кубометров. Безопасность рукотворной плотины обеспечивается специальным водосбросом. В аварийных ситуациях вода туда направляется автоматически, не создавая угроз подтопления. Айнур Мейрханова, Курманжан Касмжан Ула, Манжол Жонкешев, телеканал ЖИЦУ. Большое дело. В Раймбекском районе в этом году намечено возведение свыше 83 коммунальных домов. Часть из них местные власти планируют сдать до конца нынешнего лета. Сейчас в райцентре возводят 33 коммунальных дома по трём типам. Площадь объектов по 80, 90 и 100 квадратных метров. На сегодняшний день строителями выполнено 75% работ. Как говорят подрядчики, всё идёт согласно графику. Обещают завершить до конца августа. По словам местных властей, новоселье здесь отметят многодетные и малообеспеченные семьи, а также врачи, учителя и государственные служащие. На проведение инженерно-коммуникационных сетей, водоснабжения, освещения и дороги выделено 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Мы постоянно следим за ходом работ. Они идут по графику. Ни одного дня не было простоя. Строительных материалов достаточно. Дефицита нет. Материалы отечественного производства доставляются нам из Алматы и близлежащих к мегаполису районов. Согласно графику, идут работы и по возведению ряда социальных объектов. Так, в Нарнколе строится подсобное здание отдела районной полиции. В нем разместятся изолятор и тренажерный зал. Появится в селе и новое здание районной прокуратуры. На строительство выделено 250 миллионов тенге. По планам сдача объекта намечена на начало июля. Общая площадь здания 650 квадратных метров. До конца июня мы постараемся сдать объект с полным благоустройством. Думаю, нам это удастся, так как отставания никаких нет. Всего в этом году в Раимбекском районе будут отремонтированы 32 социальных объекта. Благодаря проводимым работам 400 человек трудоустроятся. В трёх учреждениях образования идут работы по сейсмоусилению. В двух сёлах проведём питьевую воду. Также запланированы работы по благоустройству девяти домов селена Рынкол. Обновится в районе и дорожное полотно. Средний ремонт проведут на участках Кайнар-Кокпак-Тикес и Сарыжас-Карасас. В соответствии приведут почти 50 километров полотна. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин